Фонд Коплажение 2022. В следующем году добавится 18 дополнительных программ. Цена вопроса около 90 миллионов рублей. В школах, детсадах и детдомах планируют заменить 13 тысяч окон. Планируют отремонтировать аварийные жилые дома. Порядка 10 миллионов рублей направят на ремонт общежитий. Модернизация пищеблоков тоже в планах. Микрорайон Солнечный, 18-я школа. Пищеблок здесь начал работать более 35 лет назад. Когда-то он был одним из лучших в городе. Со временем все изменилось. У нас протекает крыша. И уже очень давно. Ее надо делать, потому что потеки, видите сами, и падает щекотурка, и все, и по кастрюлям, и на голову людям. Освещение никакое. У нас в перекрытиях перегорели освещение. И для того, чтобы отремонтировать какой-то светильничек, его надо там долбить. Батареи тоже 34 года. Представляете, какие у нас батареи, и у нас какое идет тепло. У нас они еле-еле. Очень гнилые окна. Надо поменять окна. Полы в ужасном состоянии. Полы тоже надо поменять. Потому что люди снимают горячие кастрюли, и эта плитка вся, она вздулась. И каждый раз душа уходит в пятки, боишься, чтобы люди не ошпарились. Оборудование тоже износилось. Старые плиты, холодильники, жарочные шкафы. Все надо менять. Из-за изношенного оборудования повара не могут разнообразить детское меню. К примеру, омлет здесь не выпекали уже много лет. Старая духовка не выдерживает температуру под 200 градусов. И это еще один из самых новых школьных пищеблоков. В других школах столовым по 50 лет и больше. Проводится работа по обновлению. Была принята программа по модернизации пищеблока на 2018-2023 год. Но она не охватила все 100% необходимой замены оборудования. Поэтому, конечно, если будут дополнительные средства, если будут дополнительные приняты программы по реконструкции, по замене морально и физически устаревшего оборудования, это будет очень большая помощь в организации питания детей в муниципальных и общеобразовательных учреждениях. Ремонт пищеблоков – одна из 18 дополнительных программ в фонде КАП-положений на 2022 год. Проект недавно презентовали в правительстве. Сама программа рассчитана на 5 лет. Ее действие началось в 2019 году, когда для семи школ закупили оборудование на общую сумму около миллиона рублей. В прошлом году часть денежных ресурсов направили на объекты Минсоцзащиты, госадминистрации Тирасполя и Бендер. Остальные средства – на борьбу с коронавирусом. В этом году программа по модернизации пищеблоков не действует. Однако, по информации Минэкономразвития, средства могут быть включены на будущий год. В планах 2022 заложить на это направление более 4 миллионов рублей. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова